Добрый день, дорогие дети! Поздравляю вас всех с началом учебного года! Отдохнули мы за лето. Всё, лава закончилась. Включаемся в рабочий лад. Рабочий решимчик, если вдруг такие среди нас присутствуют и забыли за лето, как меня зовут, напоминаю, для особо одарённых, Тамара Михайловна, Тамара Михайловна, Тамара Михайловна, Тамара Михайловна. А ну-ка, сейчас все быстро хором повторили, повторили, давайте. Амара Михайловна, хорошо, молодцы, столько мы с вами не виделись. Так, вымахали все вообще мальчики, вот, конечно, дистрофики какие-то. Я думала, придут после лета, богатыри. А кто пришли? Вон девки, за вас отдуваются, что ли? Кобылы, вон какие вымахали. А вы чего, мальчики? Пацаны? Ну вы чё, а уж это молодежь. Так, пока вы всё лето тунеядствовали, лоботрясничали, я не теряла ни минутки, у нас отпуска нет такого. Каникул нам никто не предоставляет. Мы всё лето работали. Поэтому ваш журнальчик уже готов. Пройдёмте сейчас по списочку. Ксенофонтов, вижу Сурков, вижу Ариянов, не вижу, что он заболел, заболел. 3 сентября, если только воспалением хитрости, 2 сразу в журнал. Напоминаю правила нашего с вами кабинета. Ручками мы не кладем. Вот так вот мы не делаем, иначе за это изымается дневник. И отдаётся только с родителями в кабинете у директора. Надеюсь, это всем ясно. Никаких телефонов в этом кабинете не будет, я этого не приемлю. Если увижу, ваш гаджет моментально изымается, ясно? Возвращается точно так же в присутствии директора. И ваших родителей в кабинете директора всё понятно. Молодцы. Для тех, кто вообще за всё лето отшиб себе последки мазков, да, вот этих вот таких вот остаточки. Шишку вот эту вот потерял последнюю. Напоминаю, здесь мы с вами изучаем русский и литературу. Надеюсь, это все помнят. Я педагог по русскому и по литературе. Все вопросы потом. Минутку посидите, я водички попью. Хорошо, горлышко смочило. А то с вами, если честно, невозможно разговаривать, работать. Вот седьмой Б я официально заявляю. Самый-самый худший класс за всю мою практику. А я на минуточку в этой школе 38 лет отработала ещё 20 соседних. Я не видала учеников хуже, чем все вы. Я надеюсь, вам это понятно. За ум, братцы, вообще не хотите. Лентяя и пестряя. Ладно, что мы всё о вас давос. Давайте обо мне. А мне сегодня после первого урока на переменке заходил пятый А. Ты это хорошие дети. Молодцы, ребята. Молодцы. Оздравили меня, заслуженного и почётного учителя. С великим праздником. Велики. Днём знаний. Подарили такую вот интересную финтифлюшечку. Смотрите, какие штучки у меня есть. Представляете? Это шоколадки с настоящими брошками. Вот такая вот есть пчёлочка, значит. Такая трудяшка, как я. Такой вот шук с коробей, да. Вот такой броненосный, прям как я, меня не сломать. Вы всё пытаетесь, пытаетесь, а я не поддаюсь. Такая вот девчонка-королева. И вот такая вот барышня-сударышня. Это тоже я. Такая вот лёгкая, красивая, всегда свежая, позитивная, молодая. Хочу их сейчас открыть и повесить себе на шаль. Только я не могу найти мои очки. Я не вижу свои очки. Не вижу очки. Где мои очки? Я не вижу их. Украл, что ли, кто-то, что ли? Чует? Если это вы, все вы, а там никто не будет подрунивать, подрунивать вот эти вот шутки свои, шутить. Что на голове у меня? Что по-вашему совсем дура? Если бы очки были у меня на голове, я бы почувствовала. Я даже проверять этого не буду. Что я не отлечу, когда очки на голове, а когда нет. И правда на голове. Какой интересный моментик у нас получился такой. Потому что вот я заработалась уже, это вы отдохнувшись. А я работала, работала и ещё раз работала. Сейчас мы посмотрим, примерим подарочки от моих любимых зайчиков. Из пятого А. Вот такой интересный дизайн. Пахнет, кстати, очень-очень вкусно. Но нас с вами интересует брошечка. Посмотрите, какая красивая и необычная. Прям ювелирные изделия какое-то. Пятый Анну молодцы. Ну, не брошь, а сказка. Просто понимаете? Понимаете? Сказка. Давайте вот такую девчулю ещё тоже повесим на меня. Потому что украшений много не бывает. И повыше всех сделаем. Она у нас такая королева своей жизни, как я. Ну и напоследок, на другое плечико я повешу вот такого скрабичка. Знаете, вот прям как отдельное-отдельное произведение искусства. Вот эта вот красота. Ну всё, прям мадам от кутюр. От кутюр мадам, понимаете? Ну ася. Итак, в этом учебном году у нас с вами очень и очень строгий и жёсткий план обучения. Я бы рада что-то изменить, но вы сами во всём виноваты. Вы ничего не подарили мне на 1 сентября. Ничего. Соответственно, открываем дневнички и записываем. По 850 рублей на шторы до четверка. Да, сегодня среда до четверка. Кто не принесёт? И я никого не пожалею. Даже в класс вас не пущу. Потом будете у директора объясняться, почему вы прогуливаете уроки. Ясно вам? Все записали. Николаев, не отвлекай Иванову. Пускай девочка запишет. Это вещи нужны. Денюжка, между прочим, любит, когда с ней аккуратно обращаются. Все записали. Поднимите руку, кто не записал. Нет таких. Хорошо. Переворачиваем неделечку. Дневник на следующей страничке. И тоже на четверг записываем. 1500. Стать фонд школы, фонд класса и на охрану. Нет, Иванова. За каждую из позиций по 1500. Что значит об диралово? Вы прям как свои родители уже начинаете говорить. Взрослые, да, совсем стали. Написываем молча, пока я контрольную не сделала, проверочную. Какие знания я успел просрать за это лето? Умники сидят тут мне. Курица яйцо не учит. Что вы смеётесь? Что вы смеётесь, я не понимаю. Что вы смеётесь? Так, это что за гогот? Что значит наоборот в этой поговорке? Я педагог русской литературы. Наверное, мне лучше знать. Вкоманились я, сказала я. Дни нервы с вами, одни нервы с вами. Я не представляю, как я столько лет проработала на данной неблагодарной работе. Это же адский ужас. Это кошмар сущий. Вы же как паразиты, проникающие везде и всюду. Что я не права, что ли? Конечно, права. Потому что я всегда права. Тема урока. Сейчас я память тоже свою освежу. Иногда полезно. Мы просто вчера отмечали рождение внучки у нашей директрисы. Как вы понимаете, новоиспетённая бабушка на работу явиться не смогла. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Как сказать, думала всё хихоньки-хавоньки. А бабушка, это не просто когда раздаются внуки. Это всё. Прощай, молодость. Поэтому у меня нет детей. Не люблю. Не надо. Я буду вечно младая. Красивая. Так, чё-то я опять с ним заболталась. Полурока опять прошло. Значит, на перемене не расходимся. Перемена для учителя. Пять минут у вас украду не развалится, ничего страшного, ясно? Так, тема урока. Суффикс, подлежащее эсказуемое в культуре речи русского языка. Кто мне ответит, что такое суффикс? Да, я смотрю, прям лес рук. Разо. Кто мне ответит, что такое подлежащее? Опять, значит, лес рук. Что такое сказываемое, кто мне ответит на это? Никто, понятно. Значит, сейчас я вам окажу медвежью услугу. Прям медвежью. Продается пятерочка. Кто первый отвечает, сразу в журнал там оставлю пять. Просто так вот, за легкий-легкий вопросик такой. Но опять же он легкий для меня. А для вас, особо одаренных, ничего, он не легкий. Вы своими-то как еще не забыли, я не понимаю, с такими мозгами. Такой, господи. Итак, сколько букв о слове МАМА с подвохом? Надо подумать минутку. Хорошо, давайте. Давай, Сидоров. Нет. Нет, на. Иванов, давай. Нет, не три. Козлов. Нет, не все. Господи, ты что, вы такие неадекватные-то, ну что с вами дети? Давайте уже растормошимся, придем в себя. У нас начало учебного года. Как говорится, как год встретишь новый, так его и проведешь. И что, что это про новый год, так говорят. Учебный год, между прочим, тоже ничем не отличается от праздника нового года. У нас тоже с вами новый период и этап жизни начинается. Вы на год старше, я на год старей. Вы все наглей, моих нервов все меньше. Так что все считается, мои дорогие. В слове МАМА две буквы О. Пятерочка не продалась, никто не взял. К сожалению, вы настолько бестричь, что не знаете просто базы элементарных вещей. Ну вот самых элементарных, ей-богу, я не могу. Ой, это какое-то издевательство. Вы у Аксаны Сергеевны на математике, на алгебре, на геометрии также сидели в первые уроки. Я знаю, что у вас предыдущий урок был у нее. Что она? Фильм вам включила, и вы поболтали. Ей было интересно, как вы провели лето. Да что вы говорите? Да что вы? Я всегда сомневалась в ее компетентности. А мне вот неинтересно знать, как было бодрясы. Все лето бесполезно провели. Убили и угробили времечко свое в троглоходины. Я же вспрела с вами. Родители всех тоже ваших учила. Нет, конечно, были индивидуумы. Но в основном это приличные люди тогда. И приличные сейчас. Конечно, туповаты, не спорю. Хапнула я и с ними. Ну а вы-то что? Переплюнуть стремитесь. Не в том месте и не по тому стараетесь. Не хочу я ничего с вами обсуждать. Вы не благодарны, вы не заслуживаете моего хорошего отношения. Берем двойные листочки. Пишем диктант. Ну что, заохали-заохали. Я сказала диктант, значит диктант. До звонка. Как раз целых три минуты. Успеем записать примерно 200-250 слов. Давайте, давайте поживей. А пока эти троглодиты достают листочки, вы, пожалуйста, оцените меня в роли АСМР-блогера. Мне безумно нравится этот вайб. Такое легкое сумасшествие. Напишите в комментах, как вам. Может быть, чего-то не хватает. Может быть, слишком чего-то много. В общем, все-все-все. В комменты мне присылайте. Телеграммы. Телеграммы в комменты. Спасибо за урок. Все свободны. Всем пока.